Всем привет! В сегодняшнем видео мы начнем разбор игровых механик в Overwatch. Часть информации в выпуске будет достаточно незамысловатой и для некоторых из вас вполне логичной и понятной. Но в любом случае это необходимый базис для будущего более глубокого понимания игры. А в конце видео мы расскажем о том, как вы можете выиграть ключ для игры в Overwatch. В этом видео мы будем приводить некоторые цифры, но так как игра активно балансируется, на момент вашего просмотра они могут стать неактуальными. Поэтому всегда сверяйтесь с базами по игре в вопросах точных данных. А начнем мы с темы, которая само собой важна для каждого игрока – о количестве здоровья. Полоса здоровья разделена на блоки, каждый из которых отображает 25 единиц и делится на три типа, которые отображаются разными цветами. Базовое здоровье персонажа. Характеристика напрямую связана с его живучестью, ведь чем его больше, тем больше секунд вы проживете под прицельным огнем бастиона. Хотя и не на много. Но все же. Броня. На вашем индикаторе она показана желтым цветом. Главная особенность брони в том, что она уменьшает получаемый урон на 5 единиц за каждый выстрел, если он выше 10, и в два раза, если ниже. Заметьте, даже если у вас есть и щит, и броня, урон по вашим щитам будет также уменьшен. Есть персонажи, которые изначально имеют очки брони – это Бастион, Райнхард, Уинстон и Дива. Помимо этого можно получить дополнительные 75 единиц, подобрав комплект брони, изготовленный Турбьерном. Естественно, родную броню можно восстановить аптечками и исцеляющими умениями, однако броня Турбьерна такому восстановлению не подлежит. Итак, щиты. На вашем индикаторе щиты отображаются синим цветом. Важно помнить, что именно щиты первыми принимают на себя удар. Только после того, как они закончились, атаки врагов начнут снимать сначала броню, а потом и здоровье. Немаловажен тот факт, что потраченные единицы щитов будут самостоятельно восстанавливаться, если персонаж не получал урона на протяжении последних трех секунд. Также щиты могут быть восстановлены с помощью аптечек и исцеляющих умений союзников. У некоторых персонажей щиты есть изначально – это Дзиньятта, Заря и Симметра. Кроме того, Симметра может накладывать 25 единиц щита на союзников. Не забывайте об этом, играя за нее. Особое умение Лусио также накладывает 500 единиц щита на всех союзников в радиусе 30 метров, которые не находятся за препятствиями. По окончанию действия этого умения уровень щитов начинает падать на 100 единиц каждую секунду в течение 5 секунд. Помимо этих трех видов очков здоровья, выжить вам могут помочь различные защитные умения, которые можно условно поделить на барьеры, уничтожение снарядов и неуязвимости. Умения с барьером представляют собой дополнительный щит, который может иметь различные формы. Он будет принимать на себя весь урон, пока его не уничтожат. Энергетический барьер Райнхарта имеет прочность в 2000 единиц и блокирует вражеский урон с любой из его сторон. Помните об этом, когда из-за спины выскочит враг. Вы можете прикрыть ваших союзников, сделав пару шагов назад, вместо необходимости делать полный разворот, хотя при этом сами вы будете уязвимы. Заря может накладывать щит в 200 единиц на 2 секунды, как на себя, так и на союзников. Для этого у нее есть два отдельных умения – защитный барьер и дистанционный барьер. Так как она заряжает свою лучевую пушку при каждом попадании по нему, многие предпочитают не атаковать цель под ее барьером. Но стоит помнить, что если в данной ситуации вы сумеете быстро убить Зарю, из-за чего она потеряет весь бонус урона, то не стоит ей давать лишние 2 секунды форы. Кроме того, большая горилла, простите, большой ученый Уинстон также может установить в точке защитный купол в 800 единиц радиусом 5 метров на 5 секунд. Этот барьер аналогичен щиту Райнхарда, кроме необходимости его поддерживать. При помощи своего эндотермического бластера Мэй может устанавливать ледяную стену на 4,5 секунды, которая состоит из 5 столбов, каждый из которых имеет прочность в 500 единиц. Главная особенность всех умений класса барьер в том, что они могут выдержать урон значительно выше своей прочности, если его нанесут одним ударом. К примеру, если на щите Райнхарда осталась одна единица прочности, он все равно сумеет заблокировать огромный урон от самоуничтожения Дивы. Потому, если кто-то из ваших союзников запускает умение, которое может убить врагов с одного выстрела, хорошей идеей будет сосредоточить огонь на барьерах противников. Умения, которые уничтожают снаряды, летящие в вас, работают лишь в небольшом радиусе перед лицом персонажа. Меха Дивы обладает защитной матрицей, которую необходимо поддерживать вплоть до максимальных 4 секунд. Жертвуя возможностью стрельбы, вы закрываете зону перед собой и уничтожаете любые вражеские снаряды на расстоянии 15 метров. Гэнзи использует свой меч не только для атаки, но и для защиты. Активируя отражение атаки, он рассекает воздух и отражает все вражеские снаряды перед собой в противников в течение двух секунд. Важно помнить, что эти умения работают лишь против снарядов, но не все оружие во Варвотче их используют. Подробно о типах оружия и о том, какие из них умеют игнорировать защитные умения, мы расскажем в следующем выпуске. Защитные умения типа неуязвимость позволяют избежать любого урона, но дают данный эффект лишь самому персонажу и не позволяют ему при этом атаковать. Жнец может уйти в бестелесность на 3 секунды, при этом скорость движения увеличивается до 7,1 метра в секунду. Также умение снимает все негативные эффекты, подробнее о них мы расскажем в следующем выпуске. В этом состоянии он может проходить сквозь персонажей и поднимать аптечки. У Мэй, помимо ее стены, есть еще и Криостазис, при использовании которого она создает вокруг себя барьер изо льда, который невозможно уничтожить, что делает ее неуязвимой на 4 секунды, лишая при этом возможности передвигаться и исцеляет. Данная глыба является преградой и может быть использована как любая другая стена, вне зависимости от того, в какой вы команде. Суперспособность Зеньяты, Трансцендентность, позволяет ему на 6 секунд войти в состояние высшего бытия, в котором он становится полностью неуязвимым и исцеляет себя и окружающих союзников в радиусе 10 метров. Хотя он получает также увеличение скорости передвижения в два раза, в отличие от других умений этого типа, его можно оттолкнуть, а отпадение состояния высшего бытия не спасает. Стоит помнить, что хотя вы используете эти умения и становитесь неуязвимыми, вы не теряете возможность заблокировать захват вашей точки, что может стать решающим моментом в матче. Помимо этих трех типов защитных умений, в игру недавно была добавлена Анна Амари, суперспособность которой уменьшает получаемый урон на 50% на 8 секунд. Хотя многие и предпочитают оставлять его для увеличения урона, стоит помнить, что это также и возможность спасти союзника. На этом сегодняшний разбор игровой механики Овервотча заканчивается. В следующем выпуске мы обсудим урон и его типы, способы исцеления, а также статусы контроля. Если в игре есть еще темы, которые по вашему мнению стоит подробно обсудить, пишите их в комментариях, мы постараемся их добавить в один из выпусков. А теперь, как и обещали, мы разыграем одну копию Ориджинс издания игры. Чтобы принять участие в розыгрыше, вам достаточно придумать и описать в комментариях концепт чемпиона для Овервотча. Помимо умений, вы можете также описать его место в мире и истории игры. Чем более цельным будет казаться концепт, тем больше у вас будет шансов на победу. И да, учитываются лишь работы, написанные в комментариях под видео на ютубе. В соцсетях и личных сообщениях мы принимать работы не будем. Еще одно небольшое ограничение – участвовать в розыгрыше будут комментарии, состоящие не более чем из тысячи знаков с пробелами. Победителей мы объявим 14 числа в среду на нашем стриме, где мы также зачитаем самые интересные варианты. Ах да, это не последний розыгрыш ключей для Овервотч. Когда это видео наберет 3000 лайков на ютубе, мы разыграем второй ключ в очередном видео, посвященному Овервотч. Потому делитесь этим видео с друзьями и увеличивайте свой шанс получить игру бесплатно. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз. Если вам понравилось это видео, вы можете помочь нам на патреоне, а также подписаться на нас на ютубе и вконтакте.